Во дворце независимости накануне прошло совещание по вопросу целесообразности создания системы военных прокуратур. Президент собрал силовиков, чтобы услышать все «за» и «против». Десять лет назад эту систему в Беларуси ликвидировали. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в вооруженных силах передали гражданским органам прокуратуры. Но сейчас изменилась в первую очередь политическая ситуация в мире. Это не может не влиять на внутреннюю стратегию в системе работы контролирующих органов, особенно в военной сфере. Стает закономерный вопрос. А сейчас на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным, тошным соблюдением наших законов, законодательства, прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Ну, наверное. Стает вопрос. Настолько изменилось, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры? Воссоздать их? Наверное, это один из коренных вопросов, на которые мы сегодня должны ответить. Это решение принималось тогда в иных условиях и было направлено в том числе на сокращение, в том числе и штатной численности в рамках реформы госаппарата, а также сокращение расходования бюджетных средств. В качестве действенной меры по решению указанных выше задач генеральным прокурорам, а задачи остаются те же, предложено создать главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. Надо определиться по этому вопросу. Хотел бы услышать мнение присутствующих? Какая практика в других государствах? Высказывалось и альтернативное мнение о целесообразности создания такой системы, но только в условиях военного времени. Тоже вопрос. Не дай бог началась война, мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос. Откуда он появился? Почему сегодня этот вопрос поднят прокурорами прежде всего? И вопрос главный, надо сегодня или не надо? Большая часть обсуждения проходила за закрытыми дверями. Логично, ведь это вопрос в том числе обеспечения национальной безопасности. А уже после окончания совещания генпрокурор Андрей Швет в беседе с журналистами рассказал, какие дальнейшие шаги будут предприняты. Как отметил глава государства, поставлена им задача в ближайшее время начать работу в генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана промежуточная система, структура, которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности вооруженных сил и воинских формирований. И, как сказал глава государства, когда придет время, буквально в задние сутки будет принято решение при необходимости создания военной прокуратуры. Но в этом направлении необходимо двигаться. Задача поставлена, она будет выполняться. Отметим, что во многих странах мира наличие военной прокуратуры считается важной частью системы национальной безопасности. Такой институт позволит повысить эффективность надзорной деятельности в армии, особенно с учетом непростой ситуации на границах. Первый в рейтинге доверия крупный исследовательский холдинг «Рамир» провел опрос, кому из публичных зарубежных личностей доверяют россияне, оказалось – белорусскому президенту. Помимо этого, в тройке рейтинга руководитель КНР Си Диньпин и экс-президент США Дональд Трамп. Они стали единственными политиками в ТОП-10. Исследователи подчеркивают, объединяет верхушку списка доверия одно – и Лукашенко, и Си Диньпин, и Трамп – лидеры, сконцентрированные на интересах собственного народа и развитии своих стран. По поручению президента, дом в лошице 7 для столичных дольщиков построят на первоначальных условиях. Зампредседателя Мингородсполкома Александр Черников прокомментировал ситуацию. Напомним, на финише стройки застройщик выставил неподъемные суммы, которые всплыли после проведения госэкспертизы. Стоимость квадрата выросла почти на 300 рублей. Большинство дольщиков строят квартиры с господдержкой, в том числе с привлечением субсидий. А в новых условиях даже банк отказывается переводить кредитные ресурсы. За помощью люди обратились к президенту. Ролик видеообращения завирусился в ТикТок. Ознакомившись с ситуацией, глава государства тут же поручил председателю горосполкома сделать все согласно договору. В микрорайоне лошадьце 7 осуществляется строительство блочно-каркасного жилого дома номер 2. Застройщик УКС Мингородсполкома. В соответствии с поручением главы государства, Минским городским исполнительным комитетом будет обеспечено строительство и ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки по действующим договорам долевого строительства. На сегодняшний момент принимаются все меры для ввода объекта в эксплуатацию. Ведется наращивание численности работающих на объекте. Принимаются все для этого дополнительные необходимые меры. Кто он учитель, которого ждут? Сотни молодых педагогов собрал фестиваль педагогических идей и решений на базе оздоровительного лагеря «Энергетик». Участники из Минской области, а также из Сочи и Москвы обмениваются своим опытом в проведении уроков и подходов к ученикам. На фестивале обширная образовательная программа, школы для взрослых, мастер-классы, педагогическая карусель, батл-идей, спортивные и другие мероприятия. Самое главное – это общение с коллегами, это обмен опытом, это обмен идеями и это самое ценное. Когда ты чувствуешь, что ты не один, а можешь с кем-то поделиться своими проблемами, эмоциями и получить обратную связь. Будут насыщены новыми знаниями, новым опытом, который можно приобрести уже у опытных педагогов. На Минский фестиваль я приехала впервые. Я приехала из города Сочи. Направила мне сюда наше управление образованием. Хочется выразить слова благодарности за то, что организован такой интересный фестиваль. Это отличная возможность для современных педагогов адаптироваться под современных детей. Сроки прохождения подготовки в ординатуре составят от двух до пяти лет в зависимости от специальности. Изменения в законодательство о здравоохранении прокомментировал глава Минздрава Дмитрий Пеневич. Это прописано в поправках к закону о здравоохранении. В соответствии с новыми правилами ее прохождение будет осуществляться за счет бюджетных средств. Это касается как граждан Беларуси, так и постоянно проживающих в стране иностранцев, в том числе имеющих статус беженца. Платную форму оставят для иностранцев, которые временно проживают в нашей республике. Их будут принимать в ординатуру вне конкурса в течение всего года по результатам собеседования. Сроки ординатуры продлены и в некоторые специальности входят только через ординатуру. Соответствующим образом, я думаю, справедливо, когда ты получаешь высокотехнологичную специальность. Получаешь ее за счет бюджета, за счет того, что тебе направляют учреждения здравоохранения, тебе дает право государство и возможность государства получить данную специальность, стать высококлассным специалистом, который становится на Западе гораздо более долгое время. Ты отработаешь этот срок в той системе здравоохранения, в том учреждении, куда тебе пошлет родина, скажем, в этой специальность, которую ты приобрел. После ординатуры врачей ожидает отработка по распределению, срок которой составит не менее пяти лет. Если специалист откажется от распределения, то необходимо будет возместить государству расходы на обучение. Новшества вступят в силу с 1 февраля 2024 года. Члены экипажа транспортного корабля «Союз МС-25» приняли участие в павильонной съемке. Среди них и наши белорусы Олег Новицкий и Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон. Со всей фотосессии выберут только один снимок, который станет официальной фотографией экипажа. Напомним, старт космического корабля «Союз МС-25» запланирован в марте 2024 года. В реке Сош нашли останки древнего животного. Во время тренировочных погружений водолаз обнаружил два предмета, похожих на кости. Их удалось поднять на сушу. Специалисты Гомельского дворцово-паркового ансамбля, исследовав находку, пришли к выводу, что это останки бизона. Теории относительно происхождения костей было несколько. Мамонт, олень, носорог или бизон. При тщательном изучении предплечья доисторического животного и фрагмента его грудного позвонка, археологи пришли к выводу, бизон мог обитать в этих местах 10-20 тысяч лет назад. Специалистам предстоит детально исследовать уникальную находку. Так как у нас есть точное определение, что на территории Гомеля находили бизонов, не туров и не зубров, то пока мы говорим просто о том, что это бизон. В период, когда только появились на территории Белоруссии люди, жили здесь мамонты, шорстистые носороги, ну и в том числе и бизоны жили. Поэтому интересный экземпляр пополнит коллекцию нашего музея. Ранее в окрестностях города находили кости или даже целые черепа, лесного слона, мамонтов, носорогов, северных оленей и пещерного льва. В музее Гомельского дворцового паркового ансамбля хранятся и фрагменты представителей морской фауны – более 400.